Собственно говоря, я студент, но это небольшая часть моих социальных контактов, которые могут на примере соцсети ВКонтакте быть описаны вот этим графом. В внешней части этого графа представлены мои контакты, например, в спортивной секции. Вон тот связанный кластер, это люди, с которыми меня связывает популяризация науки. Вот этот оширный кластер слева, это та часть людей, которые очень часто светятся в масс-медиа, в Ростове. Это тату-мастера, радиоведущие, некоторые модели. И вон тот вот тоже довольно крупный кластер, это мои коллеги по учебе. Собственно говоря, в центре надо, друзья, между всеми людьми, отраженными на этом графе, также и связь больше всех графов. Нет, потому что это мой граф. И графами можно отобразить не только взаимосвязи между какими-то людьми, а между любыми объектами. Сегодня я попытаюсь рассказать вам о том, как, на первый взгляд, несвязанные события могут привести к возникновению какой-то необычной темы для исследований. Потому что зачастую ученые склонны преуменьшать значимость чужих тем исследований, преувеличивать свою, это так называемая пирамида нетерпимости, на вершине которой находится физик, которые зачастую считают остальные науки, либо кулинарией, либо служанкой науки. Я же покажу, как эрудиция в смежных областях, которые не связаны друг с другом, создавать целую область науки. Начнем мы издалека. Однажды, когда мы давно, примерно в 360 году в нашей эры, Платон написал свой трактат Тимий, в котором описал пять правильных многограней. Ими были Тетрайдер, Октайд, Гассайн и Тетрайдер. Все понятно, расположим Платон на мой здесь. И пойдем дальше. В 300-й году в нашей эры, когда Евглин написал свой труд «Начало», в котором он фактически заложил «Начало» геометрии. Евглин разболучился рядом с Платоном. И мы перейдем дальше. Сразу на 2000 лет вперед, в 1884 год, когда английский писатель Эдвин Эбор опубликовал свою книгу, которая называется «Платлайнди». Фактически это сатирический роман о викторианском обществе, описанной с позиций плоского мира, то есть фигур квадратов, треугольников и прочих многоугольников, в которых позиция общества, положение общества определялось правильностью и количеством сторон в этих фигурах. Эдвин Эбор расположился здесь, и мы перейдем дальше. В 1891 год, когда российский ученый Федоров Евграф Снепанович писал 230 групп симметрии, 230 групп кристаллической симметрии. К слову, на слайде представлен кристалл каменной соль, она обладает кристалл, обладает кублической формой, расположение будет здесь. И перейдем на год позже, в 1892 год, когда Дмитрий Осипович Ивановский, пытаясь определить причину возникновения табачной болезни, точнее мозаичной болезни табака, обнаружил некий токсин или мельчайшую бактерию. Тогда он не смог понять, что это, потому что раствор, в котором находились зараженные листья табака, после фильтрации через самую мелкую мембрану, которая должна была по логике вещать все известные на тот момент бактерии, сохранял способность заражать здоровые растения. Что ж, он будет вон там, а мы пойдем дальше. В 1912 год, когда в Баварской академии наук в Нюнхене был произнесен доклад «Интерференция рентгеновских лучей». В первой части доклада Максон Лауэ произнес свой доклад о принципиальной возможности дифракции рентгеновских лучей на тонком «Адамаром Лейду». А потом двое его коллег, Вальтер Фридрих и Павлик Ниппинг, продемонстрировали экспериментальную возможность этого явления. Наши планы не сильно большие, поэтому расположили на нем только Максон Лауэ. И идем в следующем шагу. В 1924 год, когда Буиде Бройн выделил предположение о том, что вести себя и как частицы, и как волны могут не только фотоны, то есть не только светной, элементарные частицы, такие как электроны, протоны, нейтроны. Этот французский физик расположится вот здесь. А мы попадем в 1926 год, когда немецкий архитектор Вальтер Бауэрсфельд Вальтер Бауэрсфельд сконструировал здание планетария очень необычной конструкцией. Вальтер Бауэрсфельд сконструировал здание планетария, в котором мы находимся рядом с Платоном. И мы перейдем через первый год, когда Эрнст Русско и Максон Лауэрсфельд сконструировали первый в мире просвечивающий электронный микроскоп. К слову, за это изобретение, спустя целых 55 лет, Эрнст Русско получил Нобелевскую премию. В 1940 году Бакминстер Ричард Фуллер получил патент на конструирование геокуголов. За время своей работы он очень развил в область архитектуры и вдохновил многих ученых. Например, наночастицы углерода, называемые фуллеренами, названы в честь него полное название Бакминстер-фуллерен. Расположим его здесь и перейдем дальше. В 1956 году до этого ученых создавших из Францисса Крика и Леониса Отсона предположил, что вирусные отложки должны состоять из небольшого числа однообразных структурных единиц, упакованных в какие-либо структуры с литической симметрией. Расположим здесь Францисса Крика. И перейдем в 1962 год, когда другой до этого ученых, создавших из Дональда Каспара и Арана Бога, предложили геометрическую модель строения вирусных оболочек. Вот здесь расположен. И идем на следующий этап, когда в 1971 году реконструкционный Уолтер Хэмилтон создал для своей научной лаборатории в Грухэмине базу данных трехмерных структур белков и нуклеиновых кислот. На самом деле его фотографию было очень трудно найти. Расположим его здесь. Это действительно Уолтер Хэмилтон. Это не Милонов, как может показаться. И перейдем в 1974 год, когда Роджер Пенроуз опубликовал свою работу, которая представила миру три типа мозаика. Расположим Бенроуз вот здесь, ухода лифтерида Платона и Эбота. И перейдем еще на несколько лет вперед. В 1982 году израильский ученый Дан Шехман, экспериментируя с быстрым охлаждением сплавов алюминия, получил структуры, симметрия которых не укладывалась в рамки классической кристаллогии. Он предположил, что это нежная ошибка, за что мы его расположим здесь, рядом с Роджером Пенроузом. И перейдем дальше. В 1984 году французский ученый Жанг Дюбершер опубликовал работу, в которой описывал метод мгновенной заморозки биологических объектов для последующей и последующей их съемки с помощью просвечивающей электронного микроскопа. Вот его фотография, там другую лучшую пожилую мужчину. И перейдем в наше тысячелетие. В 2004 год, когда немецкая ученая Ирина Творок предложила новую модель строения вирусов в основу мозаиков, на мозаичном замощении сферы. Это первая женщина в нашем списке ученых. К сожалению, их довольно мало. Расположим их здесь. И пойдем дальше. В фактически на финишную прямую в 2012 год, когда научный коллектив, с которым я сейчас работаю, состоящий из научного руководителя Сергея Бернардача Рашаля, мои коллеги, Ольги Каневцовой и нашего общего коллеги, который работал до недавнего времени во французском институте Шарля Кулонов-Нон-Пелье Владимира Лорнана. Им была предложена еще одна модель строения вирусов в 2012 году, в котором мы рассмотрим также расположимся человеком. Перейдем в 2016 год, когда тот же коллектив ученых предложил еще одну модель строения вирусов. Теперь время Ольги Каневцовой. И переходим в 2017 год, когда с этим научным коллективом стал работать Яна и был разработан подход, позволяющий численно определить степень согласия экспериментальных и теоретических данных в области описания структуры и упорядочения межречных оболочек. У нас создаватель новоз Владимир Рорман. На этом у меня все. Я уложился в город-то быстрее. Спасибо за внимание. Шучу. На самом деле рано смотреть на дверь, это еще не конец. Я рассказал вам о ряде событий, которые на первый взгляд имеют либо очень неочевидную связь, либо не связаны вовсе. Однако все они так или иначе связаны с физгорусологией. Вирусы, вирусами человечество сталкивалось на протяжении всей своей истории. Кто-то из вас сегодня даже принес их с собой. Поднимите, пожалуйста, руки, всех, кто переболел в детстве ветрянкой. У вас с собой вирус герпеса третьего типа. Не переживайте, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, 67% населения Земли носят в себе этот вирус и, к сожалению, он неизлечим. После того, как у вас проходят симптомы ветрянки, вирус переходит в латентную стадию и оседает в ваших нервных окончаниях. При некоторых условиях он может даже вернуться. Но это заболевание будет называться опоясывающей решением. Довольно болезненно и не связано с решениями в общем-то. Собственно, еще один важный момент, который я хочу подчеркнуть, это то, что вирусы и бактерии это не одно и то же. Очень часто их путают, но стоит различать. Эти два вида патогенов они отличаются как своим методом воздействия на организм, так и методами убийства своего носителя. Я и занимаюсь изучением вирусов. Это довольно привычательные ребята. С одной стороны, они обладают свойствами живых объектов, то есть они состоят из белковых оболочек, внутри которых находится геном вируса, как и в большинстве живых. С другой стороны, белки в оболочках вируса или в коопсинах расположены регулярно, симметрично и очень хорошо упорядоченно, что в ромбитах в некотором роде есть кристаллы. А также вирусные оболочки способны к самосборке. Выглядит это примерно вот так. Фактически раствор, содержащий вирусные белки, способен сформировать вирусные оболочки даже без присутствия генома. Целые вирусные оболочки часто используются. В общем-то, вирусы это самые большие объекты в природе, способные к самосборке. Путь самосборка больше, возможно, в больших масштабах это выглядело примерно вот так. Мы берем пазл, засыпаем его в коробку, трясем, открываем, у нас уже собрана мозаика. Никакого удовольствия. Что ж, последние два факта позволяют рассматривать вирусы с позиции физических подходов, но что привело к взамене физической организации, я вам сейчас расскажу подробнее. Итак, вффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффхффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф При этом многоугольники называются правильными, если все их стороны и углы между этими сторонами равны. В случае правильных многогранников они могут быть составлены из трех типов правильных многоугольников. Из пяти, четырех и теугольников. Платон сделает все прочетное место и мы перейдем на еще один шаг ближе к настоящему. Трехсотый год, как мы уже помним, это начало. Начало геометрии. Практат юфида, начало, состоятельность тренадцати книг. Там описано и доказано существование только пяти многогранников. Описаны методики построения правильных многоугольников, но возникновение понятия геометрии такого, как правильность многогранников, идет руководству с таким понятием, как симметрия. При слове симметрия, каждый может представить себе что-то свое. Google одной из первых картинок выдает вот это изображение. Фактически симметрия, если мы говорим о геометрии, это способность сохранять архитект, а точнее оставаться объектом неизменным. При воздействии на него каким-либо преобразованием в случае геометрии, это могут быть целых семь преобразований симметрии. Я расскажу о трех из них, потому что остальные четыре получаются смешением основных трех. Так же, как цвета получаются, цвета на экранах ваших гаденов, получается смешение из трех основных цветов в действии. Первым преобразованием симметрии, которым я расскажу, будет поворот. Объект называется симметричным относительно поворота в случае, если при повороте он на определенный угол, а объект совпадает с собой. При этом важной характеристикой поворотной массы является их порядок. То есть это количество раз, которые мы можем проведомить объект, чтобы он совпал с собой, до того, как он займет исходное положение. В центре треугольника находится поворотная масса третьего порядка, квадрата четвертого, шестиугольника шестого порядка. И я, в общем-то, не очень симметрична относительно поворота, чего нельзя сказать о областвах зеркальной симметрии. Собственно говоря, большинство живых организмов, и человек в том числе, обладают так называемой билатеральной симметрией. То есть левая и правая части человеческого тела симметричны относительно отражения зеркаля. Ну, при более детальном рассмотрении можно заметить, что на самом деле тела не очень симметричны. И это заметил в 2014 году автор Ильский потоков. Алекс Джон Байк, он опубликовал свой проект, называющийся «Обе стороны, both sides of», в котором он фотографировал людей, а потом из двух половинок, из двух частей их лиц составлял полностью симметричное лицо одного человека. На этом снимки изображены. Изображен один мужчина. Обе стороны лица готовы симметричны. И третьим основным элементом симметрии преобразования симметрии является трансляционная симметрия. Фактически объект является трансляционно симметричным, если его мотив повторяется через определенные, как жесткие, через определенные проведущие расстояния. Ярким примером такого вида симметрии является железная дорога. Швалы повторяются через определенные расстояния. Смешением этих трех элементов симметрии нужно получить еще четыре. На них я не буду заластрять внимание, на них мы просто закончим. Урок геометрии. Работа их лица определенно связана с трудами платона. И перейдем дальше. В 1884 год. Казмину эпоту. И попадем в Афлатлайн. Рискуя немножечко заспойлерить вам сюжет этого романа, я хотел бы отметить, что помимо сатиры на викторианское общество, в этом романе восхитительно описано, очень подробно и доточиво описано представление плоского пространства. И взаимодействие возможное трехмерного и умерного пространства. Там описано то, как бы жители плоскости видели трехмерные объекты, которые попадают в их мир. Собственно говоря, Эзик Азимов говорил, что это произведение – это лучший способ развития понимания или введения в понимание пространства, которое можно придумать. Очевидно, он связан с геометрией. И мы перейдем еще на шаг ближе к настоящему времени. В 1891 год Федорову Евграфу Степановичу, который описал 230 групп симметрии кристаллов. Группы симметрии объединяют в себе различные преобразования симметрии. Если мы говорим о том, что кристалл симметричен, обладает, описывается какой-либо группой симметрии, это значит, что этот кристалл симметричен относительно всех преобразований этой группы. Фактически труд Евграфа Степановича завершил построение здания классической кристаллографии, которая была неоспалимой и которая удовлетворяла требованиям ученых на протяжении следующих 100 лет. Разместим его вот здесь и пойдем дальше. В 1892 году Дмитрий Васильевич Ивановский обнаружил не токсин и не мельчайшую бактерию. Он впервые, ну не впервые, но он обнаружил и описал один из первых вирусов, вирус табачной мозаики, фактически сделав очень весомый вклад в развитие такой науки, как вирусологии. Пока что он будет один, а мы перейдем дальше. В 1912 году была описана интерференция рентгеновских лучей, Максом Худлауэ. Фактически интерференция это отклонение от законов генетической оптики при распространении волн. Волны, распространяясь в пространстве, могут огибать различные препятствия. Фактически это препятствие становится источником новых волн, но не вдаваясь в подробности, я просто продемонстрирую вам пример интерференции. Именно благодаря интерференции вы будете слышать меня, даже если я сделаю вот так. Мой голос, если бы он распространялся строго и линейно, не смог бы преодолеть это препятствие. Однако из-за того, что он огибает рану, из-за того, что он огибает препятствия, вы можете слышать дифракция, это, точнее, это дифракция интерференции, это наложение двух лучей. Фактически, если мы имеем дело с двумя волнами, при их наложении они могут наложиться либо в сильной доле, и усилиться таким образом либо одна в сильной, другая в слабой, создав некий средний порог, либо обе минимумы, создав спад. Если мы посмотрим на результирующую картину положения в угол, мы получим нечто подобное. То есть это будут пики и впали. Собственно говоря, именно интерференцию ваш мозг использует для другой вещи. Закройте, пожалуйста, глаза всем присутствующим. И укажите рукой, с какой стороны вы слышите сейчас мой голос. А сейчас... Отлично. Звук, как и свет, распространяется с определенной скоростью. Можете открывать глаза. И вашему мозгу требуется порядка одной сотой доли секунды, чтобы определить, с какой стороны звук пришел раньше по разности сигналов. Собственно говоря, это наша интерференция, располагать Максо-Фун-Лоу и вот здесь. И пойдем дальше. Идея Луида-Бройля, в скором времени подтвержденная, открыла милую возможность развить совершенно новый метод исследования материи, с которым сталкиваются ученые. И фактически подтвердила дуальность природы элементарных частиц. Фактически не только фотоны, но и электроны способны вести себя, как волна. Разместим его вот здесь. И перейдем к 1926 год. Конструкция, в соответствии с которой был построен Вальтером Бауэрсфельдом планетарий, получилась в названии последующих геопатических упалов. К ним мы еще перейдем. Но очень важной особенностью этой конструкции является то, что она обладает экосоидической симметрией. Вальтер Бауэрсфельд, его труды связаны с трудами Платона и их вида. И мы перейдем к 1931 год. Энст-Русска сконструировал первый просвечивающий микроскоп. Фактически принцип его работы споднен с принципом работы оптического микроскопа. Только вместо потока света на исследуемый обратец направляется поток электронов. Однако в случае со светом, который находится в оптическом диапазоне, довольно короткий в длину. Длина волны — это расстояние между двумя иками какой-либо волны. В случае света некоторые объекты могут быть не разрешены. А в случае электронов, длина волны которых зависит только от скорости, мы можем видеть объекты, которые до этого были недоступны нашему зрению просто за счет такой вещи, как дифракционный предел. Дифракционный предел, точнее, начнем мы с этого. Два объекта не могут быть различены при данной длине волны, в случае если расстояние между ними меньше половины длины волны. Собственно говоря, в случае с оптическим диапазоном, его предел наступает в районе 0,3 мкм. В случае с электронами мы можем разогнать их настолько, что сможем увидеть атомарную структуру вещества. На данном слайде представлен пример того, как два объекта становятся неразличимы из-за того, что они сближаются на расстоянии меньше, чем половина длины волны, излучение, которое используется для того, чтобы их заснять. Расположим здесь. И перейдем в 1940 год. Багминстер Ричард Фуллер сделал огромный вклад в развитие построения верхних волнов. Главной особенностью которых является то, что при увеличении конструкции ее прочность растет быстрее, чем ее вес. То есть из-за нехождения же структурных единиц можно строить практически неограниченного размера диадезических купола. Вторым важным вкладом, который он сделал, стала разработка классификации диадезических куполов в зависимости от того, как на условной грани эгосайдера располагаются структурные единицы. Разместим фуллера вот здесь. И поймем дальше. В 1956 год. Франциск Рик и Джеймс Водсон предположили, что структуры, обладающие кубической симметрией, могут состоять из 12 случаев, если это октайдер, из 24, если это куб, или если это экосайдер. Если это диадрадер из 24, если это куб или октайдер, или из 60, если это экосайдер, или это декайдер структурных единиц. Это предположение было основано на том, что вирусные оболочки являются самыми маленькими живыми объектами в мире, и, соответственно, внутри них должен храниться геном, который кодирует белки. Однако в такой маленькой оболочке большой отрезок генома сохранить нельзя, поэтому структурные единицы должны быть идентичны. Отсюда следует симметрия в расположении. Собственно говоря, это предположение было высказано за 3 года до формулирования центральной сонгой молекулярной генетики, которая точно, которая сейчас используется для того, чтобы определить, в какой последовательности перейдутся признаки от ДНК, как ДНК, ДНК, как белка. На тот момент это было неизвестно, и предположение было очень смелым и очень неоргинарным. Через 5 лет также этим же дуэтом была выглянута теория о двухцеподичной модели строения ДНК, которая в последующем была награждена в умерской премии. А вообще большую часть результатов, известных на тот экспериментальных исследований вирусов, Дональд Каспар и Аронбук предположили, что все вирусы должны состоять из количества белков равных кратно 60. И основываясь на работах Багминстера Хуллера, предложили свою модель строения таких вирусов. Для этого на шестиугольную решетку наносились белки. Это необычно, как показано здесь. После этого из этой решетки вырезался и касатель, разглевывался и получалось фактически модель строения вирусной оболочки, обладающая определенным типом упорядочения и симметричностью. Их работа положила начало фактически физической вирусологии, как отрасль науки. В 1971 году Уолтер Хэмилтон заложил начало такой великолепной вещи, как протеиновый банк данных. На данный момент эта база данных насчитывает больше 127 тысяч структур, которые находятся в открытом доступе. Там находятся отдельные белки, отдельные аминокислоты, отдельные муквиновые кислоты, участки ДНК, и даже целые, восстановленные практически до атомарных размеров, структуры капсидов вирусов. И переходим к 1974 год. Роджер Пен Роуз предложил модели трех мозаик. Главной их особенностью явилось то, что они не укладываются в рамке классической кристаллографии. То есть они состоялись не из одинаковых структурных элементов, и в такой особенности было то, что они не обладали транслепционной сементкой. То есть мотив мозаик, наложенный на бесконечную плоскость, не повторялся бы в заданной периодичности. В последующем математическое существование, возможность построения таких мозаик была доказана с помощью отображения пятимерного пространства на двумерную плоскость. Фактически то же самое, что было описано у Эдрина Эббота, только в случае с трехмерным пространством. В 1982 году Дан Шеркман на самом деле не ошибся, открыл такие структуры, как квазикристаллы. Они обладали подобной мозаикой Пен Роуза симметрией и фактически показали, что классическая кристаллография еще не может описать все, что можно видеть в этом мире. Он был награжден на близкое время из-за своего открытия, а квазикристаллы, название квази от латинского слова, которое переводится подобный. Как подобный? Подобный кристалл. Следующий на нашем пути французский ученый Жан Габершер. Его работа положила начало такому методу исследования биологических структур, как криоэлектронная микроскопия, за открытие которой, развитие которой он и двое его коллег в прошлом году, были награждены на близкое время. Эта методика совершенствуется с каждым годом, уже сегодня позволяет снимать практически атамановое разрешение структуры белков и яйцевых окситофирусов. К слову, именно этим методом снята большая часть структур, которые встречаются в протеиновом банкета, структур вируса. В 2004 году Гидан Творок предложил описывать упорядочение белков в оболочках негативных вирусов с помощью мозаики Ген Роуза здорового типа. Она составляется из двух структурных элементов, которые называются лопушиные змеи, которые сверху, и дротики, которые снизу. Фактически это была первая попытка описывать упорядочение белков на поверхности вирусных оболочек с помощью квазикристаллических мозаик, а с другой стороны, предложенный ей подход позволял при небольших изменениях перейти к классическому подходу коспора и куба. К сожалению, она не развила свою теорию квазикристаллической симметрии в коксидах вирусов, чем занялись в 2012 году мои коллеги в РУСМИ и нашим руководителем. Имя была использована для описания упорядочения вирусов, упорядочения белков в оболочках вируса. Возили историческая мозаика бедроуза первого типа. Причем он взял небольшой ее участок, включающий порядка 30 узлов. Однако его использование позволило обвязать аномальные аномальные коксиды вирусов, которые до того момента не укладывались в рамки подхода, описанного коспорным кубом. Также важной особенностью этого подхода была то, что противоположность предложенному ранее в рамках этого подхода. Белки располагались не в углах какого-либо мотива, какой-либо мозаики, а непосредственно в узлах, то есть в круглых точках, обозначенных на слайде. Следующим шагом нашей научной группы стало усовершенствование модели коспора и круга. Они предложили не располагать сначала протеины на поверхности гексагональной решетки, а потом складывать ее в экоцарь, а поступить немножечко наоборот, сразу отобразить гексагональную решетку на поверхности козайра и потом в узлы этой гексагональной решетки поставить протеины. Это изменение, это упрощение и ослабление требований к классической модели позволило описать такие вирусы, которые в рамках подхода к распорой круга вообще не могли быть описаны и не должны были существовать. Следующий слайд. И когда в работу включился я, у нас возник вопрос, а как определить, насколько точно модель описывает реальное положение дел. Так как у нас описывались дел и предлагалось располагать в узлах определенных решеток, нами было решено сравнить их с экспериментальными данными. Для этого я по протеиновом банке зары извлек информацию о координатах центров масс белков. Центр масс это такая точка, относительно которой объект находится в равновесии, как эти камни, например. После этого мы сравнивали положение протеинов, центров масс протеинов с узлами решеток, описывающих эти оболочки. Здесь на этом слайде представлена модель, предложенная в 2016 году, в 2012 году, а цветными кружками обозначены как расположение центров масс протеинов, взятые из экспериментальных данных. Собственно говоря, эту работу мы обреговали, сейчас наши исследования продолжаются. На этот раз мы пытаемся разработать подход, позволяющий описать эволюционное переточение протеинов. То есть не просто они находятся в этой точке, но и как они ориентированы друг относительно друга. Я описал вам некоторые события, которые оказали влияние на физическую вирусологию с теоретической ее стороны. Есть также практическая физическая вирусология, которая занимается физическим исследованием свойств вирусов, таких как их прочность, изгибная жесткость и прочее. Я с этим не работал, поэтому не стал везти. Моя работа, наша работа, несмотря на достаточно фундаментальный характер, уже сегодня позволяет глубже понять процессы сформирования, взросления и самосборки вирусов, что необходимо с одной стороны для того, чтобы бороться с вирусными заболеваниями, разрабатывать противовирусные лекарства новых поколений. С другой стороны, чтобы использовать их для лечения болезней, которые до недавнего времени считались неизлечимными. Кто из здесь присутствующих знает, что такое ремонтодин? Это противовирусное лекарство, которое сейчас можно легко купить в аптеке, стоит порядка 40 рублей. С ним все хорошо, его выписывают при книге, кроме того, что оно не работает. Согласно отчету Американского Центра по контролю и профилактике заболеваний 2011 года, 100% известных на тот момент штамма вируса гриппа устойчивы к этому препарат. Его структура представлена в левой части слайда. В правой части слайда, очень плохо видно, но представлен рисунок из статьи, в которой ученые занимались исследованиями адресной доставки лекарств клеткам печени с помощью вирусных оболочек. Я точно не знаю, скорее всего использовался вирус гепатита, потому что он поражает клетки печени. Только этот вирус был собран в лабораторных условиях без генома. Внутрь этого вируса было помещено лекарство, которое доставлялось непосредственно к клеткам печени, не забивая другие клетки организма. Собственно говоря, это только два примера того, чем занимается вирусология. Чем занимается вирусология в целом. В центре тех исследований, которые я осветил, стоит физическая вирусология. Собственно говоря, на этом все.